Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Петю. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, с вами стимул больше снимать для вас видео. Все, кто ставит лайки, комментарии, помогает продвигать, спасибо большое. Вот. I like you, как говорится. Вот. Сегодня у нас тема, ту, которую тоже, в принципе, не поднимают, отвороты магия хаоса, да. Отвороты рассорки магия хаоса. Вообще почти, я думаю, не поднимают ее, потому что или не знают, или не пытаются даже развиваться в этой области. Чем она отличается, эта магия? То, что в ней всегда что-то бьется, ломается, рушится. То есть, это могут быть тарелки, это происходит во время ритуалов. То есть, допустим, свечка горит на подсвечнике, подсвечник у вас треснул нафиг, даже если он металлический. Это как бы разлом реальности. Вы как будто меняете жизнь, сломаете что-то, как-то такую поселяете, разъединение такое, да, между отношениями. То есть, это всегда символ биения, стекла биения горшков каких-нибудь в древности, допустим, да, с демонами. Вот. Иногда, наоборот, какой-то обрыв веревок, порванные веревки, разорванные, осипанные перья, допустим, да, осипывание перьев там у птицы. Вот эти магии хаоса, они как бы отделение от чего-то. Чаще применяются в демонологии, допустим, там, разрыв розы, разламывание розы, да, разрезание свечи наполовину, да, когда она еще горит, или с двух сторон горит, вы ее разрезаете, да. Также, естественно, такие отношения потом трудно склеить. Почему? Потому что для этого нужно уже, так сказать, розу эту найти и срастить, да. То есть, процесс возобновления. Также разбивание яйца, допустим, да. Это все относится к первобытной такой магии, которая как раз портит то, что уже не восстановить. То есть, вы не найдете же это тухлое яйцо, которое уже сердцевина сгнила, которое уже лопнуло, как говорится, в центре. Вы же уже не сможете это восстановить, да. Так же и здесь. То есть, это всегда то, что нельзя восстановить. Никогда. Горшок склеить можно, но вы же не археолог, как говорится, который может все это склеить, да, ведь под номерками это все. Ну, конечно же, на это нужно время. Допустим, распиленное дерево, разрезанное, сломанное. Вот это все уже не восстанавливается. То есть, задача хаоса именно навсегда разрушить, видоизменить. Иногда это может быть даже видоизменить. Собака на меня так смотрит, не мать. Сейчас, наверное, подкатит ко мне. Come, class. Hello. Come, class. What the hell are you? Тузики меня тут достали. Видите, собаки прям атакуют. Все, атака собак начала. Время песиков. Все, давайте выгуливайтесь там сами. Вот, поэтому эффект всегда у маги хаоса разрушение. То есть, то, что уже нельзя склеить. Все, шуруйте, идите там гуляйте. Вот. Поэтому, когда человек думает, что там... Особенно это часто бывает по некромантии разрушения. То есть, когда уже что-то гниет, распад имеет. Да, химический или алхимический, как говорится, по сути, одна и та же область. Вот. И когда это происходит, человек не понимает, что происходит. Так, идите, идите, я за вами не пойду. Все, давай, давай. Прогулка без меня. Самовыгуливание. Вот. Поэтому, когда вы беретесь за это, вы должны сразу понимать, что магия хаоса, это не просто какие-то рисования, черчения каких-то там сигил или каких-то призыв демонов. Это еще, естественно, физическое разрушение. Бывало, доходило до того, что люди многие там убивали лошадей. То есть, делали то, что позволяло разрушить. То есть, лошадь это движение какое-то определенное, да. В славянстве это, ну, не совсем в славянстве, которое сейчас новомодное, вот. Раньше это считалось, то есть, символ там и мужества, и защиты, и поддержки, и связь мертвого мира и нашего. То есть, задача была обрезать как будто человека. Вот. Также, допустим, разбивание личных вещей человека, уничтожение, разрывание, да. Вы видели, наверное, многих тянет фотка, фото людей, так сказать, портреты. Рвать людей, там, допустим, наносить какие-то уроны. Там, хоть куклам, хоть чему-то. Это и есть магия хаоса. Разрыв реальности, а именно физический разрыв. То есть, когда мы воздействуем на физическое что-то, это отражается на энергетическом тонком плане. Ну, надеюсь, понятно стало, чем отличаются обычные отвороты там, рассорки, от обычных. Ну, что ж, всем удачи, успехов. С вами был Альцамчу. Ставьте лайк, комментируйте по счету. Спасибо. Спасибо. Спасибо.